Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я решила сегодня поснимать немного из нашей жизни. Мы сейчас идём в KFC, хотя вот сейчас, по-моему, не KFC, а Ростикс. Не на! Ну вот, мы сколько всех вкусняшек заказали. Апельсиновый лимонад. Маме капучино. Нини-наггетсы. И донатик. М-м-м-м. Вкусно. Настроение хорошее, несмотря на то, что происходит сложности всякие. Периодически. Всё, давай кушать. Ой, я хотела сфоткать. Вкусно? Вкусно! Нина! Сегодня ещё посмотрит, кто там у неё попался. Ха-ха-ха. Но для этого нужно съесть шоколад. Сегодня воскресенье. Школу не надо, поэтому мы отдыхаем. 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 Знаешь, что завтра в школу надо? Завтра в школу надо? Завтра в школу надо. Жалько. Жалько? Жалко. Жалько? Жалко. Жалько. 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 Ну шо? Кто там попался? Сейчас не может. Опа. Теперь может. Давай показывай, кто там попался. Вот так как она попался, я этот шоколад даю. Ну, ты включи сначала? Я включила. Я доела. Да. Кто там попался? Повар. Ну, как раз в тему. Сидим же в KFC. Вкусим. А такой у тебя уже был повар? Да. Ну, в принципе, я их всех растеряла. Упитанный котик. Они все упитаны. Сейчас покажу. Ой, как они вовремя вкусные. А мы с Ниной рассуждаем, куда нам переезжать. Нина, как взрослая, рассуждает. Да, Нина? Нина мой главный советчик. Я думаю, надо. А куда ты? Куда ты в сугроб пошла? Куда? Не надо в сугроб. Пожалуйста. Что ты там рассуждала, куда нам переехать? Ну, вот в студию. Ну, хотя последний день надо в школе опять ходить. У Нины в школе там, где она сейчас учится. Есть лучший друг. И у нас, получается, это камень преткновения. Чтобы тоже резко не переезжать. Говорит, дай мне хоть один день номерами обменяться с другом. Сейчас, короче, выбираем. Выбираем. Все-таки квартиру в ипотеку. Но не хочется делать это слишком быстро и поспешно. Хочется как-то нормальное обстоятельное. Да, Нина? Надо сегодня съездить и хотя бы посмотреть ее. Вот тот вариант, который более или менее, как мне кажется, приемлемым. Там, короче, внутри есть даже маленький холодильничек, стиральная машинка. Для, то есть, вообще, получается, заезжай, доживи. Мама, а ее, типа, в ипотеку берут или это? Или это съем квартиры? Нет, вот это, которое я говорю, это ипотеку. С ипотекой. Ура. Надо ехать. Куда, куда, куда. Я сегодня, короче, почему-то перепутала зиму с весной. Весной с зимой. Оделась, как на весну. Вот так вот. Мам! Надоело. Зади тебя кое-что. Что? Елка. Елка. Надоела мне эта куртка зеленая. Я в ней себя чувствую, как бомж. Можно было елку эту накинуть на куртку. Куртку на елку можно было накинуть. Куртку на елку. В общем, возможно, сегодня поедем смотреть квартиру. Если соберемся морально. Надо посмотреть, что там, с чем и как. Еще видишь, в чем подвох вот этих вот квартир в Екатеринбурге, что там много домов под снос на данный момент. И вдруг ты купишь, а эта квартира именно под снос будет. Вот это будет, мне кажется, обидно. В этом плане. Поэтому слишком быстро тоже оформлять ничего не надо. Надо подумать и десять раз информацию поискать в интернете. Не является ли она под снос? Еще бывают такие подъезды, в которых всякие там эти алкаши. И вроде бы как картинка вся в интернете красивая, а потом приедешь, а там, например, клопы и тараканы. Вот это тоже будет не совсем хорошо. В общем, может, квартира сама по себе, например, с хорошим ремонтом, а соседи не чистоплотные. И такое тоже бывает. Так что надо десять раз подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова